Библейский портал экзегет.ру представляет 8 глава книги пророка Исаии, читаю ее в своем собственном переводе для библейского портала экзегет И она продолжает 7, хотя немножко с другой стороны Там у нас знаменитое пророчество про рождение чудесного младенца с именем Иммануил С нами Бог Ну и кто он, где он, мы говорили в прошлый раз, вот ясности нету из библейского текста Почему она воспринимается уже через века как пророчество о рождении Мессии от Девы А в 8 главе тоже рождение ребенка и все понятно Господь сказал мне, возьми себе большую табличку, начертай на ней человеческим письмом То есть обычными буквами Махер Шалал Хашбаз Скоро грабеж близка добычи на древнееврейском языке Печальное такое, да, сообщение Как надежных свидетелей я призвал себе священника Урию и Захарию, сына Иверихея Соответственно, они должны удостоверить, что это так и было сделано Я приступил к пророчице Она зачала и родила сына Кто это пророчица? Его жена Может быть еще какая-то женщина Мы даже не знаем Но она здесь сугубо инструмент рождения У нее нет самостоятельного значения Господь повелел мне Назови его Махер Шалал Хашбаз То есть то же самое Скоро грабеж близка добычи Потому что еще до того, как мальчик станет выговаривать мама и папа К истерийскому царю отнесут богатство Дамаска и добычу из Самарии Вот более точное, привязанное к конкретному событию пророчество Похожее на пророчество 7 главы То есть ребеночек еще будет совсем крохой Там годика ему не будет Но уже Самария, которая угрожает Иерусалиму Северное Израильское царство Будет разорено вместе с сирийским царством со столицей Дамаски Разорено ассирийцами А ассирийцы – это угроза гораздо более серьезная И снова сказал мне Господь За то, что пренебрег этот народ тихими водами потока Шилоах Это один из потоков, которые есть в Иерусалиме Ему рецин и сын Ромалий подавайся От цари Сирии и Израильского царства Зато наведет на него Господь воды бурные и обильные Царя Сирии во всем его величии Переполнит потоки, заполнит берега Прокатится потоп по Иудее Нахлынет до самого горла Накроет его крылья во всю шире страну Твою Эммануэль Вот тот самый младенец, который носит имя с нами Бог Ну и в каком-то смысле это образ самого Израиля Как потом, конечно, это пророчество будет пониматься Как пророчество о Мессии Но о Мессии – это, в общем, представитель Израиля перед Богом Представитель Бога перед Израилем Вот в самом таком первичном понимании этого слова Помазанник Божий Итак, вот то, что там нападают Заговоры какие-то, международные сложности Это все не проблема Проблема будет дальше И вы пока даже не догадываетесь, что это Осирия Собирайтесь, народы, и дрожите Внимайте все дальние страны Припаяштесь и задрожите Припаяштесь и задрожите Замыслите план, провалится Скажете слово, не сбудется Ибо с нами Бог Так сказал мне Господь, положив на меня крепкую свою длань И внушая мне по пути этого народа не ходить То есть не бойтесь каких-то внешнеполитических раскладов Бойтесь утратить связь со своим Богом А кто там на вас нападает Кто там злоумышляет против вас Это все временно, это все растает Не называйте заговором все то, что этот народ заговором зовет Не бойтесь того, чего он боится Не трепещите Но святость Господа воинство почитайте Его страшитесь, пред Ним трепещите От Него освящение Он тот камень, о который споткнутся Он скала, о которой соблазнятся оба израильских царства Потом, конечно, этот образ тоже будет использоваться в Евангелиях Камень преткновения Скала спотыкания буквально То есть вот шел человек, тут камень На дороге он споткнулся и упал Он, ловушка и сеть жителям Иерусалима Многие споткнутся, упадут, разобьются В сети запутаются и схвачены будут Как это, собственно, Господь получается Камнем, о который все спотыкаются Да? Да, потому что именно его люди Иерусалим воспринимают по-разному И именно отношение к нему становится причиной их падения Да? Вот и потом камень, о который споткнулся Камень преткновения в Евангелиях Об Иисусе будет означать то же самое Да? Вот некая твердыня, которая, тем не менее, для кого-то становится поводом упасть Обвяжи свидетельство Запечатай наставление для моих учеников То есть свиток, который нужно обвязать Неким шнурком, наложить на него печать И он тем самым останется у неприкосновенности Я ожидаю Господа Он скрыл лик свой от дома Иакова Но я уповаю на него Вот я, вот дети, которых дал мне Господь Как знамени, как знаки для Израиля От Господа воинств, живущего на Сионской горе Ребенок, которого зовут Магершалал Хашбас То есть скор грабеж, близкая добыча Пророчество об бассирийском нашествии Возможно, еще какие-то символические дети Может быть, и Эммануил Исторический ребенок Не в смысле пророчества о рождении Мессии от Девы Но как младенец, который должен родиться От некоторой земной девушки В 7 главе упомянутые Тоже сюда относятся Дети, которых дал мне Господь Как знамени для Израиля Скажут вам Обратитесь к вызывающим мертвых К прорицателям и гадателям, бормочущим К богам своим народ должен обращаться Расспрашивать мертвых о живых Искать у них наставления и подсказки Такая обычная картина для рода племенной религии Есть предки, надо к ним обращаться Чтобы они нас наставили Потому что, собственно, наша жизнь Это бесконечное повторение того Что происходит с нашими предками Типичная первобытная религия Кто так говорит, не причастен свету Будут бродить по земле Подавленные, голодные Оголодают и озлобятся Проклянут и царя, и богов Здесь может быть бога Но вот эти самые люди Они же к многим богам прибегают И вверх посмотрят Оглянут на землю Лишь горе и мрак и мучительная тьма И швырнут их прочь в темноту Но не станет тьмы для тех Тьмы для тех, кто ей охвачен Очень загадочные слова про мрак Который охватывает людей Но тех, кто им охвачен Тот, кто им охвачен Тот не причастен тьме Это как? Напоминает Моисея Который входит во тьму Беседуя с Господом на горе Хариф И он в темноте Но это темнота, как покров Что-то здесь подобное То есть то, что снаружи кажется мраком и тьмой Не является таковым для тех, кто внутри Трудный образ Я не готов ему предлагать Какого-то убедительного объяснения Но смотрите Вот тьма как что-то дурное Как язычество, допустим Как некоторая греховная жизнь Здесь явно не подходит А здесь скорее может быть тьма Которая что-то скрывает И которая для людей кажется Чем-то неприступным и страшным Но если ты оказался внутри нее То тебе не темно Вот загадочный пророческий образ Такие образы бывают И чтобы нам не было слишком сложно Исаи их использует только иногда Вот в девятой главе Там будет все попроще И будет конечно продолжение Вот этой темы нашествия И того, что произойдет Когда нашествие ассирийцев ударит По израильской земле Как ни странно Все это приведет ко благу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok